Дорогие друзья, ну хорошо, вот как говорит Иван Васильевич Полковников, у нас все время инфернальные идут переклички. Мы говорить хотели о Ленине, но у нас камера отключилась. Ленин это вообще сын сатаны, зачем о нем говорить-то? Вот, такая точка зрения есть, что это нехороший человек, редиска. Но на самом деле я считаю, что Ленин Владимир Ильич это не совсем у него, во-первых, реинкарнация его прослеживается довольно долго. То есть это братья Градх сначала, один из братьев Тиберий, он же, собственно, потом, ну как бы они уже это все там, республика римская, они пытались это все делать. То есть раздавать землю крестьянам и обвислять собственность, ну грубо говоря. Потом, значит, это реинкарнация французского Марата, деятеля французской, великой французской революции. А потом Ленин Владимир Ильич, то есть рост личности очень даже прослеживается. Причем вместе с Троцким, бывшим Робеспьером и тем же братом, уже не Тиберием, Градх, а Гаем, фактически это такая связка идет. Ну и понятно, что с ними целый сон, там сотни, а то и тысячи революционеров, которые мигрировали из рождения в рождение с определенной целью. Сказать, что Ленин демон, я думаю, это совершенно неправильно, тем более какая-то информация прошла по СМИ, что хотят выносить вроде бы его тело, и, мол, дескать, мавзолей будут использовать по-другому как-то. Ну, как там клуб или там музей, в общем, какой-то конкурс хотели, но потом тут же, значит, коммунисты восприняли это, восприняли как личную угрозу своему существованию. И, в общем, стали бить во все колокола и сказали, что нет, нет, успокойтесь, чтобы для вашего спокойствия и благополучия, в общем, Ленин останется там, и мы в зале не будем использовать как... Вот, да, ну, это же манипуляция. Ну, хорошо. Вы сегодня Люцифера вспомнили, сегодня. Я не, Люцифера не вспомнил, вы мне о Ленине скажите. Ну, как, ну, Ленин, это, значит, его начало, Люцифер, его начало, Ленин, понимаете? Ленин непосредственно, его родословно от Люцифера, вот и все, понимаете? Ну, а вот сама идея революции, это она от Люцифера, что ли? Социалистической и обобщлевлевленности. Ну, революция в настоящее время, не, ну, давайте справедливость. В настоящее время революция, это экстремизм, наказывается очень строго в настоящее время. И не всегда так было, всегда революция была, это высшее проявление экстремизма. Это экспроприация экспроприатора. Не, 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 подожди, не надо, это уже розум. А сама революция и призывы к насильственным действиям, это и есть экстремизм и терроризм. Ну, хорошо, обобщлении частной собственности. Опять, так это срова, все. Ну, как срова. Мало ли, что вы хотите. А оказывается, на поверку оказывается, что хотел украсть и смыться. Понимаете? Кто Ленин? Да не все, кто призывает к справедливому воспитанию. На поверку оказывается, что они, самое ничего не на есть. Ну, прибавочная стоимость. Прибавочная стоимость. Прибавочная стоимость. Это что, по вашему делу распределение прибавочной стоимости? Причем, мы сейчас экономические теории обсуждаем. Нет, ну, Ленин, извините. Давайте, давайте, экономики. Я специалист, как исповедовал. Ну, так вот. Могу вам доказать. Это же революция. Не просто так делали, а чтобы справедливо распределить прибавочную стоимость. Еще хуже. Благими форевами вы хотите... Дорога в ад. Вы хотите замаскировать... Ну, хорошо. От Ивана Васильевича мы ничего не... Техни все вместе не говорим. Это еще хуже. Это еще хуже. По отдельности. Слышите песочницу поставить. А то иначе это будет у нас бесконечно. Так. Валентин Агарков. Что вы можете сказать о Владимире Ильича, которого хотят? Друзья мои, сказано, не судите, да не судимы будете. Поэтому, значит, давайте не будем категорически присваивать какие-то шаблоны. Личностям, явлениям, однозначно определяя их как демонов там, или, так сказать, позитивных каких-то. Вот. Все есть некий реестр событий, который пробуждает в каждом человеке отклик о осознании себя как несовершенной пока еще личности. Все события внешние, это есть внешние проявления внутреннего несовершенства тебя. И если тебя это эмоционально трогает, это говорит о том, что надо заниматься самосознанием, саморазвитием с тебя. Друзья мои, поэтому, вот я вам предлагаю метод, конечно, я сам еще далеко не совершенен в этом плане, но вот я этим путем хочу идти. Ленин, наша тема. Да. Но это, извините, это иудейство. Возможно. Это иудейство, и вашим, и нашим, понимаете? Нет, это не нашим, и вашим, вы понимаете, в чем дело. Нет, это называется, и дьявол хороший, и христос хороший, все хорошие. У Бога случайного ничего нет, и лишнего ничего нет. И дьявол, его, так сказать, вот проявление, это тоже некоторый опыт. Да, это его орудие. Да, инструмент, который заставляет нас не быть безразличными. Правильно. Бездельниками. Правильно, но тем не менее, он остается врагом Бога. Вы знаете, я бы не сказал так, он помощник. Чего? Помощник Бога. Помощник, лучший помощник. Помощник. Орудие, орудие, лучше так быть. Орудие, может быть, да. Соружник этот, ближе к Саратии. Ну, знаете, я свое мнение высказываю, друзья мои. Если кто-то не согласен, вы имеете право высказать свои суждения. Нет, это позиция, которую сейчас занимает Парасоверная Церковь. Что, ЗРА в мире нет, все хорошо, все хорошие. Нет, я не говорю о том, что это хорошо. Нет, нет, давайте дружить, жить дружно. Я говорю о том, что мы выявляем факторы, которые требуют их изменения. Не надо ничего изменять. А хочешь изменить бед, измени себя. Вот и все. Вас никто не упономашивает. Изменяйте себя. А я этим занимаюсь. Я охоничный. Я охоничный. Я охоничный центральной фигуры мира. Не, не надо. И Бог мне в помощь. Замечательно. Вот ты его, вот замечательно. Я охоничный. Я об этом и говорю постоянно. Так, кто у нас еще хочет? Да, Евгений Михайлович. Про Ленина. Да, пожалуйста. Диана Ленина. Значит, вы говорите неуполномоченным. Но меня лично уполномочен. О, лично меня. На контакте с Богом Земли, Милоном, я спросил, вот, шатится, спросил, как нам хотелось бы более конкретно узнать роль Ленина и Сталина на Земле. Сейчас я зачитаю просто, что он ответил лично, что он ответил. Милый он, любой настоящий человек Земли имеет с нами связь. Любой. Но лишь эту связь, осознающий ее управляющий, называется контактером. Действительно, Сталин и Ленин имели такую возможность не только управлять этим состоянием контакта, но и применять информацию, полученную во время этих сеансов, для взаимодействия с другими программами или людьми. Мы говорим, что они проводники некой социальной сферы, некой социальной эпохи. Вы называете это социализм. Вот они проводники социализма. Вот, значит, в будущем, по распространению коммунизма и то, что сейчас мы имеем, феодализм. На сегодняшний день Бог Земли считает, что мы живем в феодализме. Мы можем сказать вам, ответить конкретно, эти люди имели эту связь с нами, с Богом. И называть их тиранами или вождями или гениями – это неправильно. Они всего лишь контактеры, отражающие отчет, что они делают. То есть он, Милуан, Бог Земли, давал им задания, и они, как контактеры, выполняли. Хорошо. А вы не допускаете, что Милуан – это есть князь мира сего? Ну, если вы так считаете, что Бог Земли – это дьявол, ну, это другой вопрос. Я так не считаю. Нет, князь мира сего. Я не сказал дьявол. Я считаю, что это… И он, книжку эту, вот эту, написана, она по его… Да я понял. Таких книг, вы знаете, сколько написано? Ну, может быть, может. У нас контакт был. В комнате не хватит. Идет сейчас контакт. Мы считаем его Богом. Ну, понятие Бога, оно, так сказать, вот… Ну, правда, он не очень Бог дает. Он просто говорит, я выполняю функцию, управляю Землей. А, хит, а? А кто его поставил? Так, мы о Боге не будем. О Боге в следующий раз. Ох, о репостасии божественного начала. Так, дорогие друзья, давайте, если нет желания, параллельно… Значит, одну фразу я скажу, потому что в самом начале мы говорили про революцию, про Ленину и плод его деятельности революция. А все-таки в Библии сказано, по плодам его узнаете о нем, или по плодам их узнаете о них. То есть призывы о том, что правообществление, раздача земли крестьянам, это все-таки призывы, лозунги. Зачем на них обращать внимание? Надо смотреть на реальные действия. А сколько во время революции крови пролилось, и до сих пор эти цифры засекречены, и до сих пор эти факты не обнародуются, потому что еще живы люди, близкие к этим деяниям, и это поразило, как две столицы, северную столицу Санкт-Петербурга, вернее, Петроград, и Москву. И было жесточайшее. И об этом только в тихомолку до сих пор кто-то там смеет об этом говорить очень тихо. Потому что, ну действительно, если это принять во внимание, то революция – это жуткий откат назад, жутчайший. Это просто страну повергли в инферну, повергли в какую-то яму. Ничего светлого не принесло. Извините, вот такая точка зрения. У меня совершенно другое понятие. Я вышел из самых низов, из крепостного, меня прадед, крепостной прадед наш. Крепостной. Мы, еще я помню, в детстве жили, пол, это самый, глиняный был. Но я окончил институт по делам его, по делам мы судим. Я окончил институт, мой брат окончил институт, мои внуки почти все окончили институт, мои дети тоже с высшим образованием, и вы так называете его дела, только гадкие, только кровь. Кровь пролилась тех, кто им мешал. А им давали задание, задание светлое, хорошее, которое просвещение людей, сколько просвещилось, сколько поднялось и снизу. Как мы стали людьми. А вы, я не знаю, может вы были какими-то царями? Вы не волнулись. Нет, да что не волноваться? Как же не волноваться, когда меня с грязью мешаете? Это же с грязью. Я именно был в грязи, меня подняли вверх. Меня лично подняли. А вы, я не знаю, может были и там, и ваши родители вас опустили. Ну, я не знаю. Меня лично подняли. И таких, как я, миллионы в России. Не миллионы, а все 140 миллионов россиян. Вот, и что мы, мы же были в грязи все. Я помню, еще с детства в дом вели этого теленка. То есть мы спали на полу, подстели над соломкой, а дом еще приводили зимой. Теленка, который со мной рядом спал, и писал, ну а я в этом самом грязи, я в грязи живу. И меня подняли. И вы такого человека, который меня поднял, называете дьяволом? Нет. Это уже кощунство. Нет, все понятно. Кощунство. Ну, главное это не подняться, а спастись. Главное скостить. Так, дорогие... Кем мы были, и кем мы стали. Да. Друзья, в общем, у нас разные совершенно полярные тут выяснились точки зрения. Что? Нет. В общем, понятное дело, что вот эта вот как бы линия разных, она проходит через всю страну и через каждого из нас, кто-то и по родственным линиям. Да нет, ну что значит, нет, ну понимаете, здесь опять же разговор идет. Да, у кого-то личность, у вас замечательно, вы поднялись, все правильно. Но я-то ничего против вас не имею. 90%! Да ради хоть 100%. Это ничего не говорит. Это ничего не говорит. Понимаете, если из этих 100% не спасся ни один человек, значит, бессмысленны все тщетные, все ваши условия, понимаете. Тщетные победы, тщетное образование, все тщетно. И если никто не спасся. Вот как ставится вопрос. Друзья мои, тут очень важно и вот что. Сегодня человечество должно перейти к новой парадигме. Если раньше все решалось, так сказать, как-то животным, значит, способом насилия, подавления, поглощения. Сегодня мы должны осознать божественный принцип гармонизации всех процессов появлений, как системы дополняющей. Этот плачевный опыт, который был, он не должен нас с вами разъединять. Супер дипломат. Боль остается. Давайте жить дружно. Боль остается. Но она должна быть конструктивной. Она должна быть созидательной. Не потому, что мы должны, так сказать, друг другу что-то там какие-то претензии предъявлять. А потом подумать, как нам взяться за руки, друзья, чтобы в дальнейшем наша великая цивилизация не стала таким же, так сказать, как цивилизация атлантов, которая исчезла. То есть достигла величайшего уровня способности, технологий и погибла. То есть сейчас у нас точка бифуркации, если мы создадим для человечества новый процесс объединения без обид, без осуждений, вот именно конструктивный такой, значит у нас есть возможность преображения и перехода в новое качественное состояние. И этим примером мы создадим космический божественный план всеобщего преображения космоса. Я так думаю. И Россия является тем самым маяком преобразования, центром преобразования. Авангард создать с этими олигархами, которые грабят нас? И олигархи изменят свое отношение, как только поймут, что истинное богатство, это не богатство имения материальных благ и личного имения и денег. А истинное богатство, это проявление практики, отражающейся на экране проявления личности, на его теле. Истинное богатство, это ваше здоровье. Истинное богатство, это ваша молодость, не старение. Это, естественно, отсюда и происходит свет преобразования. Ты являешься маяком, говорящим другим, что ты достиг этого уровня. Не совершено, но тем не менее, давайте и вы своим опытом внесете вклад в этот процесс преобразования. То есть, проявление московского долголетия, приходящего в понимание вечности и проявления этой вечности. Вот именно возможности, как вы сказали, возможности. Я, когда поступил в институт, поступил в МИСИ, мне платили стипендию 40 рублей. А моя внучка сейчас поступила в институт с пятерками, в мои, не в институт, а в институт, в мои. Ей надо заплатить 25 тысяч. Где? У нас нет. Нашли, вот что мы нашли? Да, заем. Какой-нибудь вот захудалый какой-то институт, которым надо платить, там 12 тысяч. Ну, какое оно получит образование, мои или эти, не по знаниям сейчас, а по карману. Вот надо бить по карману. Вот, а с кем я должен, это же самое, родниться? С этим солигархом? Значит, давайте не будем... Не знаю, как не будем. Это есть... Давайте не будем досадывать, а найдем способ, как породниться. Как-никак породниться. Слово не родниться, слово не единица. Мне сегодня один олигарх позвонил и пригласил меня породниться. Породниться. Мы с вами сейчас встречу. Это вам, друзья мои. Это взятка. Вы нам потом расскажете как-то с удовольствием. Вы совершенно правы по поводу бифуркации, потому что сейчас у нас произошло изменение. Вот традиционная ситуация, ну, если смотреть астрологическую, был период рыбы, мы сейчас перешли в составе водолея. А Россия – это место водолея. И, в принципе, именно Россия должна вот за эти... Ну, это 2700 лет, понимаете? Россия должна подняться. И самое... Все время, так как Россия в состоянии водолея, то, соответственно, все время Россия акцентируется на будущем. А прошлое все время вытесняется. Еще, Ольга, скажите, что ночь Кали-Юги-то прошла. Вы знаете, сейчас идет переформатирование. Вот когда Кали-Юга, она самая тяжелая, самая долгая, ну, вернее, из Кали-Юги возвращение в первое состояние по времени бывает много, потому что нужно переформатироваться. Вот сейчас идет именно состояние переформатирования. Вы совершенно абсолютно правы. Когда говорите о бифуркации, потому что бифуркации – это именно точка переформатирования. И мы можем пойти вверх или вниз. И у нас, вот у нас, к сожалению, очень плохие руководители, потому что руководители, они все время нас унижают, ну... Как бы понижают. Понижают и кидают вниз в последнее время. Когда вот есть разные варианты, бифуркация, можно идти вниз или вверх. И нам надо бы, конечно, идти вверх всем. А для этого, вот, в принципе, к сожалению, когда, вот, говорите о системе крови, убили тогда много очень высокоуровневых по уму. У нас убрали тогда в России много... В свет нации. В свет нации. В свет нации, людей, которые... Почему сейчас идем вниз? Потому что не хватает вот этого состояния интеллекта для того, чтобы подняться вверх. Даже осмыслить, что было до революции, какой уровень был до революции. Да, вот революция, к сожалению, да. Очень высокий. Нет, ну то были элиты. И нам... Вот элита... А сейчас элита дьявола. Вот и разница. Нам нужно все равно выходить в это состояние элиты. Потому что для того, чтобы идти вверх, идти вперед, нам надо идти вверх. И концентрироваться на будущем. И так как именно тема водолеев, для нас это тема будущего. Нам сейчас вообще надо забывать это прошлое, выкидывать. Потому что... Обидами прошлого. Да, потому что сама система водолеев, это тема будущего. Если мы начинаем, понимаете, если мы начинаем акцентироваться на будущем, вот как раз... То тогда сразу... Откуда получим информацию. Да, а информация падает. Она для нас сверху прямо падает. На меня много раз просто падает эта информация. Поэтому надо идти на будущее. И у нас будет сразу... И страна будет абсолютно другого качества. И, кстати, по поводу... Агентинес может на светлое будущее, так сказать. Ну, весло, да. Понимаете, источник богатства, вот на самом деле, именно в России, именно в России, у нас очень часто деньги вообще не использовались для того, чтобы решать социальные проблемы. Мы вообще живем в другой системе. Деньги, вот, деньги важны были... Это учет только. Да, деньги всегда были важны, там, для Европы, для Америки. Вот, у нас очень много... У нас все время на грани, и у нас очень много примеров. Вот если посмотреть самое... Но Геллеровский, он давал варианты много, когда у нас без использования денег получали хорошие результаты. Я, если хотите, могу примеры привести. У нас, ну, вот, пример был, когда у нас в России самое... Все время начинались, ну, самое... В домах огонь, в общем, горели дома, а, ну, приезжали для того, чтобы восстановить это дело. Ну, обычно долго собирались, и приезжали уже, когда дом сгорал. Вот, дома горели, а вот, собирались долго, и новый, самый, ну, руководитель Москвы, новый, самый... Губернатор. Губернатор, новый губернатор, да. Он сделал очень простую вещь. Он стал звонить в колокол, ну, вот, самое... Для того, чтобы, ну, что-то горит. И первому, кто выходил, он давал самый рубль, а последнего по центру, клал по центру и розгами. И вот через несколько, через несколько раз они все выбегали моментально, потому что все хотели получить... Рубль, и никто не хотел розги. И никто не хотел получить розг. А второй момент, им надо было платить самые деньги, ну, им надо за их работу самое... А у него в этот момент денег не было. И он их всех назначил в театр, в центру, в театр. Они все там, ну, изображали, в общем, массовка, были в массовке. И получали деньги от театра. Вот, и все. То есть они получили... Таким образом, таким образом... Он не потратил деньги, но очень быстро они стали выскакивать, и, соответственно, очень быстро стали приезжать и... Пожарная команда. Пожар, да, пожарная команда, она качественно поднялась моментально без использования денег. Вот абсолютно то же самое в Америке, они... Там была система такая, если вносили деньги жители, то тогда пожарники тут же приезжали, если они получали деньги, они приезжали быстро. А у нас была ситуация совершенно другая. У нас и не было у жителей таких денег, чтобы их вносить. Ну, хорошо, мы начали про Ленина, начали пожарные команды. Очень важно заниматься будущим. И у нас вообще сейчас наша... Примерами, когда можно делать открытие социальное без денег, давайте уточним. Да, очень часто ситуация... Это уже коммунист. Очень часто. Да, он наступил еще в 19-м веке. Совершенно верно, он бы и наступил. Когда Гайровский писал. Не надо было вот этой перевороты. Но бы все, естественным образом, мы бы все пришли бы. Ты должен взять на себя руководство, создание вот этого авангарда. Партии. Не оба типа. Нет, не надо партии. Просто это будет добровольная организация. Валентин Иванович, вы уже на себя взяли это руководство. Я думаю... Нет, нет. Валентин Иванович, вы сами все противоречите. Пять минут назад вы говорили, я занимаюсь только собой, своим совершенствами. Правильно. А сейчас он призывает к каким-то социальным активистам. А вы есть экран моей личности. Совершенно верно. Ваше преобразование... Ваше экран, говорит. Это и будет как раз моя работа. Не надо. Охранистись. Если вы измените, так сказать, в качественном плане свое здоровье, здоровье... Здоровье, здоровье. Я не могу за вас возникнуть. Нет, у вас экран говорит. Нет, у вас экран другой. Когда я увижу, что он стал молодым, это и есть экран моей работы. Его личность. Безусловно. И наоборот, если я тоже приобрету... Ставите молодым, то это будет экрана моей работы. Ваши работы, ваши работы духовные, друзья мои. Вот так. Давайте вот это ягипко мы с вами озвучим. У меня есть площадка, которая дополняет друг друга. Он же говорит, объединяемся там, где дополнение... Нам, друзья, у нас очень много конструктивных оценок. Давайте мы их превратим в процесс созидания, создания этого авангарда преображения. Кто согласен? Значит, про Ленина мы что, решили не выносить? Да, не выносить. Не выносить. То есть, на обсуждение не выносить. На обсуждение не выносить. А так выносить, понимаешь? А так давно, пока он. Символ Ленина, это еще не личность Ленина. Понимаете разность? Я уже говорил об этом. Когда Сталин вызвал своего сына к себе в кабинет и сказал, Василий, а почему ты себя назвал Сталином? Ну как же? Говорит, я же твой сын, ты Сталин. Нет, не я Сталин показываю. Вот Сталин портрет. Это символ. Я Джугашвили, грузин, но русский по духу. Понимаете? Вот это глубина всего, так сказать. Руссость, это не национальность. Это состояние менталитета человека, осознающего божественную программу и себя в этой программе. Любой национальности, любого исповедания, так сказать, религиозного, человек становится русским, когда он понимает вот это единство. Ленин был русским. Ну, конечно, конечно. У него историки говорят другое. У него и есть, но у него была целая смесь. А вот в этой книжечке сказано, что все люди на земле русские. Вот, правильно. Русские. А и ты есть то самое, о чем это говорит. Если они осознают божественность. Объединяющие начало божественности. Божественность, если они осознают божественную программу. А что там книжечка? А вон там божественность. А вот сейчас период будущего и период для русских становятся самые главные, потому что сейчас период будущего и Водолеева. Вот я призываю вас. Давайте, ребята, создадим такую активно действующую лабораторию. Давайте. Не просто разовые встречи такие. Они интересные, они нужны. Да кого же у нас еще не лаборатория? Вот сейчас. Друзья мои, давайте более глубинно, системно к этому подойдем. Понимаете? Ну хорошо. А системно, что для этого надо? Значит, я думаю... Да мне кажется, на своем ощущении... Да удобно слушать. Да, да, да. Слышать. 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 Ну хорошо. А кто спорит? А кто спорит? Мы одно и то же. Не спорят ни разу никогда. Не спорят. Нет, подожди. Переходим к новым, качественным. Нет, спорить не надо. Есть понятие обсуждения. Да, обсуждения. Ну никто, у нас никто не обсуждает. Почему у нас никто не обсуждает? Мы уже хотим подойти. Что? А когда вы созверете? Ну когда-то сказать. Давайте вот прямо сейчас и теперь созверем. Да что, берем и делаем. Голос, берем и делаем. Наливай, наливай. Нет, ну чай.